все таки я считаю что здесь можно что-то скинуть даже отсюда это холодильник для собаки перед входом в ванну комнату обязательно нужно надеть такие резиновые тапочки чтобы не намочить ноги это мое любимое место в нашей комнате как вы наверное заметили наши дети уже внесли свою дизайнерскую изюминку сегодня мы получили квитанцию на оплату коммунальных услуг в нашем доме друзья мы очень долго готовили данный сюжет так как хотелось сделать подробный обзор жилого комплекса премьем-класса который называется ай парк этот комплекс состоит из четырех небоскребов в интернациональном районе хеонде в данный момент дома 12 лет цены конечно здесь космические и сегодня вы узнаете сколько стоит купить здесь квартиру а также все условия аренды но сначала давайте проведу для вас рум-тур и покажу вам нашу квартиру в комплексе ай парк очень серьезная охрана ты просто даже не поднимешься на свой этаж без специальной карты лифт просто не поедет ребята всем привет предлагаю начать с прихожей дальше пойдем в зал и потом по порядку заглянем каждую комнату с этой стороны у нас шкафы под обувь с этой стороны просто шкаф не знаю для всякой мелочи в этой части прихожей мы паркуем детские автомобили не хватает еще детского вагончика такого большого двухместного си кровь сейчас ушла гулять с детками попозже вернуться и тут у нас будет в принципе все уже заставлено особенность корейских прихожих в том что здесь видите выделена область для обуви то здесь для колясок для обуви здесь в принципе можем вот так вот а ходить потом вот так разуваемся и дальше уже у нас идет чистая часть дома и так скажу сразу это не наша квартира мы здесь арендуем жилье площадь наших опад составляет 261 метр в квадрате эта площадь состоит из самой квартиры двух кладовок одна из которых располагается на нашем этаже а другая на минус втором этаже а также в общую площадь входит часть подъезда и лифт квартирах комплекса айпак очень высокие потолки это создает ощущение большого пространства воздуха а также здесь очень много света мы арендовали квартиру без мебели обставляли ее самостоятельно не прибегая к помощи дизайнеров скажу сразу что в этом видеоролике нет никакой рекламы и если я буду называть какие-то бренды это только ради информации муж у нас любит винтажный стиль он собственно купил эти часы они без циферблата мне тут крайне сложно понять время но чисто ради дизайна это у нас собачья будка здесь у нас должен спать маме но маме тут не спит здесь больше интереснее детям играть и они собственно здесь и поставили уже автографы расписались тут иногда у нас на мебели есть такие произведения искусства эту картину нарисовал художник друг мужа муж купил эту картину на выставке нам понравилось потому что здесь такой ребенок забавный чем-то похож на нашу и но она наслужили печеньки всякие петь и после нее остается очень много муки и тесто когда мы делаем ремонт большое внимание всегда уделяем освещение в этот раз мы выбрали такую немножко необычную люстру необычной формы вроде бы как в виде розы но вечером она очень красиво светит отражается на потолке мы довольны выбором так он с разных сторон покажу обеденный стол мы покупали тоже фирме бо концерт нам нужен был большой стол но в то же время чтобы он складывался в маленький если вдруг мы захотим переехать и видите посередине есть специальная такая конструкция которая позволяет его сложить но так как у нас семья большая если еще кто-то придет в гости то мы в принципе решили его оставить таким большим вместительным поэтому на одной стороне как правило мы едим а на другой бывает что я там например что-то пишу учусь читаю занимаюсь корейским нужен вот был нам большой стол я на самом деле очень комфортный стулья тоже та же самая фирма бо концепт здесь у нас их 6 диван у нас того же бренда что стол и стулья но в процессе эксплуатации мы в нем разочаровались сейчас расскажу почему в общем после стирки этих чехлов засунуть обратно подушки было просто нереально сами подушки очень тяжелые мы как могли со свекровью тут скакали верхний еще более-менее но нижний это какое-то испытание хочу показать вам излюбленное всеми место особенно рано утром и вечером здесь у нас обязательно кто-нибудь сидит пьет кофе либо чай либо что-нибудь покрепче это вот такое кресло она необычная форма но тем не менее очень удобная сделана полностью из кожи и приятно в нем сидеть и смотреть на море еще один момент который очень сильно меня напрягает это наши окна точнее то как они открываются закрываются мне кажется что это очень опасно особенно для тех у кого есть дети сейчас поближе вам покажу если вы заметите да то вот здесь вот есть щель и вся фишка в том что сюда нельзя ничего установить качестве например какой-то заглушки потому что здесь замок вертикальный и все что придумали люди она вот для таких окон которые открываются наверх а здесь получается открывается вниз и хотя здесь небольшое расстояние но все таки я считаю что здесь можно что-то скинуть даже отсюда но в общем этот момент меня очень сильно беспокоит максимум что можно сделать это не допускать детей и устанавливать вот эту вот решетку но на честно говоря особо-то не спасает потому что она ну сами понимаете да решетка и ее в принципе сейчас и на подрастет и она сможет легко открывать кто-то знает чем можно это все дело заблокировать и детей наш телевизор он выполняет еще функцию картины здесь можно поставить заставку мы сделали рамку который дети тоже благополучно сломали видеть в углу скол есть но ничего страшного и это у нас тоже статуэтка от того же самого художника это подарили ему на нашу свадьбу вот эта колонка тоже какая-то навороченная не знаю бренд денива как-то назывался но мне это не о чем не говорить ведь тут его уже оторвали это название мужа такая же колонка стоит в описи она классная чистый глубокий звук из нее получается то есть вообще идеально размер нашей кухни три метра на три плита у нас электрическая из мебели мы покупали только стулья все остальное было встроено техника здесь частично наша частично хозяев этой квартиры здесь мы хотели сделать коллекцию вина алкогольных напитков но нас никак не получается потому что много желающих есть испробовать что-нибудь из алкогольного это фильтр для воды в корее очень распространено чтобы фильтр шел вместе с ледогенератором сейчас я как раз себе приготовлю айс американо мне всегда нравился кофе но в корее я стала по-особенному любить айс американо хотя раньше я никогда такой кофе не пила только с молоком и вот за этой дверью у нас находится специальный холодильник для кимчи сверху снизу здесь у нас один отсек для обычного холодильника из напитки всякие у нас хранятся а здесь морозилка здесь свекровь морепродукты вот складывает наверное в каждой корейской семье такой холодильник точно имеется еще один непонятный момент для меня это то что когда в корейских домах встроены посудомоечные машины то кореянки корейцы часто ими не пользуются например у нас в доме здесь просто хранятся всякие чашки сито скалки то что ты ежедневно не используешь и кровь туда складывать это не просто как бы в одной квартире мы до этого жили в другой квартире тоже была посудомойка и была такая же история может быть кто-то знает почему так делают корейцы пожалуйста напишите мне потому что я сколько раз пыталась спросить мне говорят что просто это значит быстрее помыть самой из необычного что хотела вам еще показать это холодильник для собаки здесь у нас хранятся перекусы и сухой корм овощи ты как тут ему покупает всякие витамины и прикормы это только для малом интересно было удобно на самом деле все это не нужно хранить в общем холодильнике с людьми с человеческим холодильником в данном случае у нас нет специальной комнаты для мусора где мы можем его фасовать это объясняется тем что в этой квартире можно регулярно каждый день любое время выбрасывать мусор напротив нашей квартиры есть специальная комната где собственно ты сам можешь там все фасовать но так чтобы не бегать каждую бумажку не выбрасывать мы здесь за весь день храним мусор а потом каждый вечер его просто убираем выносим у нас бумага здесь всякий стекло пластик здесь целлофановые пакеты пищевой мусор у нас уходит в раковину настроен измельчитель и в принципе все там уже перерабатывается еще из преимуществ нашей квартире это конечно же вот такая духовка на самом деле в корейских квартирах редко встретишь хорошую встроенную духовку но это прям одно удовольствие одно удовольствие печь потому что она хорошо пропекает все равномерно получается вкусно поэтому это прям вообще я очень была довольна когда увидела что здесь встроена такая классная духовка с собой в эту квартиру мы привезли вот этот большой глубокий холодильник хозяева этой квартиры собрали свой холодильник и разрешили нам привезти свой так за этой дверью нас находится стиральная и сушильная машины место здесь конечно маловато для нашей большой семьи хотелось бы иметь хозяйственную комнату побольше так следующая дверь это наша спальня сейчас покажу вам нашу спальню она тоже такая просторная светлая мы старались ее не загромождать лишними деталями так как главная достопримечательность здесь это именно вид из окна поэтому мы выбирали мебель в таком светлом нейтральном оттенке наверное в каждой корейской квартире обязательно есть такая техника это очиститель воздуха и увлажнитель сейчас еще увлажнителя мы не пользуемся но вот буквально наверное через недельку через 2 уже активно будем включать потому что здесь поздней осенью и зимой очень-очень сухой воздух в увлажнитель заливается 18 литров воды и его хватает почти на сутки ну грубо говоря утром всегда я пополняю вот этот маленький ботенок мне очень нравится этот столик и стулья очень удобные на самом деле можно здесь хоть учиться хоть кушать дети здесь у нас любят рисовать сами по себе стулья классные и вот эта столешница она вроде бы и большая но такая компактная я прям вообще довольна вот этим вот вот этой покупкой это мое любимое место в нашей комнате еще такой значительный минус в этой квартире что очень резко меняется температура например сейчас ярко светит солнце прямо в окно и у нас работает кондиционер несмотря на то что сейчас октябрь вроде бы как свежо на улице а форточка открытая совершенно не спасает очень жарко очень душно поэтому вот днем мы включаем кондиционер а ночью здесь холодно то есть ночью мы прям укрываемся теплыми одеялами зимними эту кровать мы купили еще когда жили с мужем в инчоне когда у нас не было детей ну получается покупали только одну часть а потом уже докупили вторую когда у нас появилась и на ребеночек у нас тут еще один пришел да скажи надоело мне там лежать уже одной да 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 что зубки нас беспокоят да зубки зубки да два немножко немножко поиграть и мама к тебе придет хорошо теперь давайте пройдемте нашу гардеробную и ванную комнату между спальней и ванной комнатой у нас находится гардеробная с одной стороны зеркало с тумбочками а с другой стороны шкаф для одежды который катастрофически маленький и нам просто не хватает места и следом у нас начинается ванная комната которая пользуемся только я муж и наши дети в этом углу я храню вещи нари потому что нари обычно с нами находится в нашей комнате в детской тоже нет места хранить ее пеленочки распашон очки поэтому я вот здесь как поставила к ее рождению такую временную коробку но понятно что это нужно решать этот вопрос так дальше не пойдет ребенок растет то вот так складывать по коробкам вообще не дело в общем будем думать что вообще можно сделать перед входом ванны комнату обязательно нужно надеть такие резиновые тапочки чтобы не намочить ноги потому что в корейских ваннах вода везде льется везде и всюду как-то корейцы за этим не следят здесь мы постелили специальное такое покрытие типа ковер чтобы дети не скользили возле ванны разместили такой интересный гаджет этой домофон и телевизор два в одном то есть пока ты принимаешь ванну можешь посмотреть любимую передачу ну а также открыть гостям двери и на вас какая ты сегодня красивая пришла у нас дочь давай ручки сразу мой целом ванной комнаты я довольна единственное здесь не закроешься и не посидишь в одиночестве потому что двери без замков это домофон если вдруг кто-то пришел в гости здесь срабатывает сигнал и здесь можно либо ответить либо открыть дверь игровая комната у детей размером 3 на 4 метра и она в таком девчачьем розовом цвете пока что наши девчонки здесь только играют занимаются учатся но не спят потому что они еще маленькие и им страшно знаете я постоянно удивляюсь способностям наших детей разнести эту комнату за доли секунды как вы наверное заметили наши дети уже внесли свою дизайнерскую изюминку порезали тут что-то нарисовали отрезали свобода действий у нас тут лично мне очень нравится что в детской комнате у нас много ящичков выдвижных куда можно поскладывать игрушки у детей это такая большая проблема они любят играть во все и сразу но все-таки чтобы поддерживать порядок удобно когда есть такие шкафчики все девочки конечно же любят платье наши дочки не исключение набрали разных самых платьишек чтобы они тут у нас переодевались вы знаете в основном они вообще дома платье эти садик нельзя садик можно нарядить их там но просят воспитателя чтобы одевали более спортивную одежду а то дети активные знаете на площадке там везде на горках на этих катаются чтобы нос себе не разбили так поэтому у нас такая девчачья одежда мы одеваем только вот дома наряжаем либо когда выезжаем тут покушать погулять но это конечно случается не так часто эти ступеньки тоже не просто так внутри у нас там хранятся вещи например те которые мы не используем сейчас у нас осень а в ступеньках у нас например летние и зимние вещи но то что так скажем здесь поместилась часть вещей тоже у нас хранится в кладовке рядом с игровой у нас находится комната сестренки она живет пока с нами и находится комната свекрови размер комнаты сестренки такой же как детской 3 на 4 метра из окон хорошо видно море только уже немножко с другой стороны комната сестренки минималистичном стиле здесь только кровать книжный шкаф и ученический стол шкаф для одежды был здесь уже встроен эта комната нашей корейской мамы моей свекрови по размеру она чуть меньше чем наша комната но больше чем детская комната сестренки из мебели мы купили здесь только кровать все остальное было встроено из комнаты мамы у нас частично вид на апатые и частично на море ванная которая относится комнате мамы по размеру меньше чем наша но в принципе этого вполне достаточно сегодня мы получили квитанцию на оплату коммунальных услуг в нашем доме конечно коммуналка очень дорогая в этих оплатах давайте посмотрим за что мы платим общая сумма миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч за электричество девятьсот пятьдесят две тысячи за воду семьдесят четыре тысячи вон парковка 140 тысяч вон дальше идет за охрану за полив за уборку за дезинфекцию что-то еще за ремонт ну то есть в доме если в будущем будут какой-то делать взносы мы вносим обязательные не знаю много это лиман мало я считаю что это много примерно 1200 долларов в месяц это причем в прошлом месяце мы заплатили больше в прошлом месяце два с половиной миллиона у нас было это из-за кондиционера электричество очень дорогое и если сравнивать с предыдущей нашей квартирой мы жили немножко в другом районе но квартира по размеру была чуть больше чем это и мы платили где-то восемьсот тысяч вон не знаю от чего это зависит вообще то ли так сильно подорожали платежи за эти полгода более вот из-за вот этих всяких дополнительных взносов у нас чек так сильно вырос друзья возможно вам стало интересно сколько же стоит эта квартира в пусане в нашем доме и для начала я скажу что в нашем доме именно стоимость квартир очень сильно отличается и это зависит именно от вида из окна то есть если окна выходят на другие папы то здесь может быть стоимость даже в два раза ниже поэтому это тоже стоит учитывать стоимость этой квартиры составляет 4 миллиарда вон это на сегодняшний день и в долларах это примерно 3 миллиона 100 тысяч долларов но как я уже упомянула раньше мы здесь живем на аренде и по аренде в корее немножко другая система сейчас расскажу подробнее в южной корее существует два вида аренды жилья чонце и вольсе чонце это когда ты платишь большой залог то есть от 50 процентов до 80 процентов от стоимости жилья и дальше по месячной аренду ты не платишь платишь только коммунальные услуги для арендодателя здесь преимущество в том что он может пользоваться большой крупной суммой денег в процессе вашего договора но когда вы будете выезжать конечно он должен будет вам вернуть этот залог но мы живем на вольсе то есть вольсе состоит из депозита дальше помесячная оплата и коммунальные услуги в нашем случае депозит составил 100 миллионов вон это примерно 77 с половиной тысяч долларов на сегодняшний день а также помесячная оплата у нас пять с половиной миллионов вон это примерно 4300 долларов на сегодняшний день по курсу а также коммунальные услуги у нас коммуналка здесь не так все просто потому что в предыдущий месяц у нас получилось два с половиной миллиона вон коммунальные услуги а в этом месяце уже полтора миллиона вон то есть это все зависит от того насколько много ты тратишь энергии например там кондиционеры мы летом включали постоянно и в этом доме я думаю что кондиционеры придется включать чаще потому что огромные окна очень много света солнечная сторона и просто даже форточки да окна они не спасают приходится дополнительно пользоваться кондиционером даже вот осенью как оказалось возможно у вас возник вопрос а почему мы снимаем жилье почему мы не купим но дело в том что мы не знаем где мы хотим жить будет это Сеул будет это Пуссан пока сложно сказать будет ли это вообще Южная Корея мы тоже не знаем поэтому время покажет пока мы живем здесь мужу здесь нравится это его юношеская была мечта а потом уже посмотрим через год через два в Корее это нормальное явление жить на съемном жилье и многие наверное могут прожить на аренде всю жизнь поэтому здесь нет ничего странного для корейцев вот расскажите пожалуйста поделитесь своим мнением где вам больше нравится жизнь жить в апатах в квартире либо в частном доме тоже интересно будет почитать мне просто нравится больше частный дом на самом деле но конечно когда есть маленькие дети все таки хочется чтобы больницы там магазины всегда были в шаговой доступности чего не скажешь в частном доме вот пока что такая ситуация ну а друзья я вас хотела снова поблагодарить за то что вы просмотрели этот видеоролик до конца спасибо огромное за то что вы нас поддерживаете ну а я буду с вами прощаться не забудьте подписаться на наш канал мы вас всех очень любим очень сильно обнимаем до встречи в следующем видеоролике всем пока